К марке BMW каждый из нас может относиться по-разному. Одни считают, что это ломучее говно, другие же фанатеют от марки и готовы отстаивать ее в интернете, все эти четыре колеса. Но каждый из нас знает, что у BMW существует трехлитровый дизельный мотор. Друзья, именно о нем мы сегодня и поговорим. Перед вами 530-я дизельная BMW с M-пакетом и полным приводом. Что представляет из себя этот автомобиль, я думаю, знает из вас каждый. Три литра дизель у BMW это совсем другая история. Присаживайтесь поудобнее, сегодня будет интересно. Мне есть вам что рассказать. Мы начинаем прямо сейчас. Поехали. Вот это, блин, ну парни, вжимает очень круто. Удовольствие бешеное. Соточка, все. При этом давайте тут же сейчас продолжаем дальше. Вот мы разогнали соточку, сбрасываем, держим 100. Раз, два, три, в пол. Вот обратите внимание, цифры бегут 130-140, мы разгоняемся. Но при этом уже такой разгончик вяленький. Ну вот, 160, все, достаточно. Если с кем-то зацепиться на трассе, конечно, ну, хотелось бы побыстрее. Друзья, всем привет. Сегодня у нас будет BMW G30, 530-я дизельная с полным приводом в М-пакете. Это тот самый автомобиль, про который многие из нас скажут, что вот его стоит брать как минимум только из-за мотора. Потому что он здесь тяговит, он здесь надежен. И у меня появилась возможность прокатиться на этой машине. Напомню, что до этого я катался на разных BMW с двухлитровым бензиновым, сам владею, с двухлитровым дизельным. Катался на X6 с бензиновым мотором, на 530-й дизельной, трехлитровом в частности. Катаюсь первый раз, и я вам скажу, это непередаваемое ощущение. Начнем мы в первую очередь с вами с цены. Вот эта комплектация по розничной цене сегодня стоит 4 миллиона 520 тысяч рублей. Хотя с 2020 года цены должны вырасти. Факт в следующем. Реально купить такую машину сегодня примерно по цене 3600-3800. Это с учетом наличного расчета, со всеми возможными скидками. Я лично помогал покупать такой автомобиль по цене 3 миллиона 450 тысяч рублей. Это действительно редкость, потому что когда я прозванивал остальных дилеров, все говорили, вас обманут. Тем не менее, машину мы купили. В этом году компания нам представит рестайлинговую версию BMW пятерки. И теоретически многие надеются, что на текущий кузов появятся еще большие скидочки и можно будет урвать свою BMW. Но обратите внимание, трехлитровый моторчик на 249 лошадиных сил и 620 крутящего момента. Автомобиль разгоняется до первой сотни, заявлено, 5,4 секунды. Это действительно потрясающий результат. Но при этом, покажи, пожалуйста, грязь. Ничего не скрываем. Кто-то катался. Машина тестовая. Взял я у официального дилера Avilon, за что им огромное спасибо, что без проблем предоставили автомобиль. Тем не менее, отвечаю, что кто-то куда-то наехал и откуда-то попала грязь. Что на самом деле для BMW несвойственно. Когда я сел за руль этого автомобиля, когда я его только завел, первые эмоции были просто потрясающие. Вот этот звук приятный, басистый. Когда ты стоишь возле него, да, он еще может тарахтеть. Вот, послушайте, сейчас машина работает на холостых. Да, ну слышно, что работает дизелек. Но при этом, знаешь, вот если ты сядешь в машину, сидим в машине, просто молчу. Ну, слышно, да, что работает дизелек. Не знаю, как по микрофону это передастся или нет. Ну, когда ты садишься за руль, когда ты начинаешь потихонечку ехать, машина всем своим видом, любым прикосновением к педали газа дает тебе понять, что спокойно на нем ты ездить не будешь. Вы сами прекрасно понимаете, 3 литра, 249 сил, 620 крутящего момента испытывают такую мощность в городе, но это не совсем правильно. Мы с вами перемещаемся на трассу. Что мы делаем? Включаем режим спорт. Здесь подвеска адаптивная. М4. Никого нету, никому не мешаем. Система полного привода на автомобиле установлена. Ну, сейчас мы попробуем с вами сорваться с места. Раз, два, три. Вот это хорошо. Нет, не сотка. Сто. Слушайте, ну, я вам скажу так, то, что крутящий момент здесь очень хороший. Ну, 620, то есть именно с места машина срывается более чем достойно. Вот сейчас мы едем 140 километров в час. Для чего я вам это рассказываю? Именно по этой дороге мы катались, например, на Audi A6, тестировали ее. По шумоизоляции плюс-минус на самом деле одно и то же. Разгоняешься выше 140, уже появляется посторонний шум. Подчеркну, мы все выключили в машине. Ну, как стоит машина на дороге? Я проехал уже 50 километров по трассе. Я вам скажу одну. Машина просто подбивает тебя на агрессивную езду. Когда ты переходишь в режим спорт, она действительно становится такая собранная, жесткая. Перестраиваться влево-вправо на ней одно удовольствие. Руль, ну, реально просто-напросто наливной. При этом вот эти M-рули мне очень нравятся. То есть, знаете, по архитектуре по своей. Пока новые вот эти матовые. То есть приятные тактильные ощущения вызывают. И в целом, ты сидишь, сиденье настроил под себя. Ты вот от тачки получаешь реально удовольствие. Вот то же самое я рассказывал примерно про Audi A6. То же самое происходит на BMW 530. Ты едешь, если тебе нужно будет ускориться, ты газку даешь. Тачка, ну, просто она реально срывается с места. Полный привод. Ну, друзья, вы сами понимаете, есть полный привод. Вот только камеры вот эти, это просто мясо, блин. На 130. И вот так всегда, вы поймите правильно, каждый километр, а то и полтора, висит камера. Разрешенная скорость 110. Скоро, как вы знаете, отменят этот режим пороговый. То есть, вот этот штраф бы сейчас был бы 4000 рублей. Нафиг не нужно. Поэтому вопрос, где использовать эту мощность? Еще некоторые умудряются чиповать автомобиль, дорабатывать, чтобы они еще быстрее ехали. Паспортный разгон здесь 5,4 секунды. Я когда только сел за автомобиль и поехал, я прям газку слегка даю. Слышу такое бррррр, бррррр. Вроде бы дизель, но работает очень приятно басиста. В тот же момент, когда автомобиль стоит на месте, вот тарахчение такое есть. Но в целом, знаете, не как на японцах. Реально как-то поприятнее звучит мотор, особенно, когда его запускаешь. Но здесь уже все на вкус и цвет. Кому не нравится, есть 530 бензиновая версия. По сути, 2 литра мотор на 249 лошадей. Там крутящий момент 350, разгон там до первой сотни 6 секунд. Отмечу, что у мотора очень много модификаций. В частности, там есть 550 серия, где будет, по сути, он доработан. Там побольше турбин будет. Разгон там совсем другой. Мощность с него можно снять 400 лошадиных сил. Гораздо больший крутящий момент, там порядка 760. Мы говорим, в частности, про нашу версию. Он пошел с индексом B57 с 2015 года. Если вы зайдете в интернет, начнете искать про него отзывы, как правило, вы увидите только хорошие отзывы о том, что хорошая тяга, все нравится. Единственное, на что здесь могут пожаловаться, это расход. Потому что заявленный расход производителя, ну, это просто смех. Там что-то трасса типа 5 литров. Город 6,6 смешанный с циклом 5,6. На самом деле, это, естественно, бред. Трасса, реальный расход. Спокойно, прям, в сидящем режиме. Это будет примерно, ну, 8-8,5. Это ты должен прям очень аккуратно ехать. Но лично у меня ниже уронить его не получилось. Город это будет примерно 11-12, опять же, с учетом того, что ты спокойно ездишь. Если ты будешь протапливать, а здесь, поверь мне на слово, ты будешь протапливать, я думаю, литров 14 запросто он может жрать. Но, опять же, все зависит от того, как ты будешь ездить. Такой средний расход у трассы, город и смешанный цикл я бы отметил там, ну, литров 12. При этом у нас так и пока с бортовой компьютер 11,7. Если ему доверять, не забывайте о том, что автомобиль тестовый. Хочу обратить ваше внимание, что все ролики мы снимаем исключительно в 4К. Я сам лично просматриваю YouTube дома с 55-дюймового телевизора и получаю от этого бешеное удовольствие. При этом многие задают вопрос, что большой телевизор это все стоит денег. Друзья, как бы не так, я вас сейчас приятно удивлю. Все почему? Потому что на помощь нам придет Е-каталог. Вот просто посмотри, как это работает. Я себе присматриваю сейчас телевизор для того, чтобы купить его домой в каширу в отдельную комнату. Мы заходим в него, выбираем расширенные настройки. Что я выбираю для себя? Допустим, диагональ это будет 51-55 раз. Самая главная для меня функция и возможность это Smart TV и расширение дисплея, чтобы он показывал как минимум 4К. Нажимаем подобрать и что мы с вами видим? Телевизоры начинаются по цене от 28 тысяч рублей и доходят до 140 тысяч рублей. Как это работает? Вы посмотрели, почитали отзывы, здесь все это представлено. Вы можете сходить в крупный гипермаркет, где пощупаете телевизор, а после этого через Е-каталог найдете самую привлекательную цену для вас. Поймите правильно, что сам по себе каталог не призывает вас что-либо купить. Здесь собраны все возможные товары, вы можете собрать информацию, сравнить их, выбрать наиболее оптимальные для себя модели. В тот же самый момент он вам покажет в каком магазине какая есть цена, где вас заинтересует, почитав по отзывам, опять же, вы выберете для себя товар. Поэтому я оставлю ссылочку на них в описании. Последние полтора года я много чего купил действительно через Е-каталог. Деньги реально экономишь, это не тупо вам какая-то реклама, это дружеский совет. Переходите по ссылке в описании, когда будете думать о покупке очередного товара. Выбирайте, а потом еще сами же скажете спасибо. Сбрасываю скорость до 100 км в час, мы не уходим из режима спорт. Вот, ну что, дал-дал, ушел, раз, тяга есть, 120, 135, 140, 145, ну знаете, набирает хорошо и набирает очень мягко. То есть ты на самом деле какой-то такой динамики бешеный не ощущаешь, ты только видишь по цифрам на приборке то, что ты разгоняешься. Но здесь, подчеркиваю, в городе для всех тех, кто любит со светофора разогнаться, ну вот есть ряд людей, которым, блин, вот можно 60 ехать, я прям хочу сразу, чтобы было 60. Вот здесь как раз то же самое. В спортивном режиме, в обычном режиме, в любом, в газку чуть притапливаешь, полетел. А так, при любом удобном случае, конечно же, ты будешь хотеть разгоняться. Держимся, держитесь, ребята, раз, два, три, попер. Вот это да, рывок. Вот сейчас хорошо, знаешь, чуть-чуть прям так газку поддаешь, чтобы оборотики маленечко поднять. Прям ток притопил, все, полетело. Едем 110, 120, не нарушаем правила дорожного движения. Собака просто получает удовольствие. Обычно он пытается играться, не сидится ему на месте. А сейчас, смотрите, вот просто все, закайфовал. О чем-то это договорит. Смотрю автомобиль, читаю, изучаю, катаю, щупаю. И тут замечаю следующее. Колеса у нас стоят 19-е. Спереди у нас размер 245 на 40, а сзади 275 на 35. Это разноширокая резина. Друзья, в первую очередь хочу обратиться ко всем фанатам, профессионалам BMW. Как вот вы меня пылесосили в ролике, когда я сказал про свою машину, что вот машину на колее швыряется из-за того, что разноширокая резина, из-за того, что резина Run Flat. Сотни комментариев были там в драйве о том, что да, это не из-за разноширокой резины. Ребята, здесь стоит Continental без Run Flat. Без этой технологии машина управляется просто идеально. Соответственно, вопрос в чем? Точнее, проблема в чем? Проблема в Run Flat. Поэтому, ребят, кто хочет себе купить машину, ну мало ли так, на вторичке BMW, либо новую BMW, кого напрягает перестроение именно на Run Flat, на штатном, пожалуйста, меняйте на другую резину. Я говорю, проехал по трассе, я очень быстро на этой машине ехал. Я перестраивался, я ездил везде, где я езжу на своей машине, где меня швыряло на этой, вопросов нет. И самое главное, что здесь нужно делать, это следить за качеством заливаемой соляры и постоянно, регулярно менять масла. Это вот единственная рекомендация, которая делается к этим моторам. При этом вы можете обслуживаться, там, хотите у официального дилера, ну, на период гарантии, хотите, клубные сервисы есть, куда вы можете делать межсервисный интервал, чтобы они смотрели за мотором. В целом на них особых нареканий нету, но абсолютно любые машины всегда бывают с браком. Соответственно, самое главное, чтобы из 100 машин-то было, ну, примерно 5%. Это вот нормальное явление для брака. В целом же, покупая новую машину, если что-то случится, опять же, гарантия, те поначалу все это сделают. Касаемо обслуживания, ну, у официального дилера цены будут, я там, думаю, порядка 30 тысяч рублей, с учетом скидок, подчеркиваю, за 530 дизель. А так на стороне замена масла, фильтров, воздушных салонах, это все, естественно, гораздо дешевле можно сделать. Опять же, в нашей версии идут диски, например, тормозные, более продвинутые, спортивные. Если мы запрыгнем на вторичку и посмотрим эти автомобили, диапазон цен за живой экземпляр, это примерно 2,5 миллионов рублей. Занимайтесь, смотрите, но сам факт того, что плюс-минус живые машины, которые прям можно понять, что она в нормальном состоянии будет, это 2,5 и выше. Вот, замечательные участки, где ты можешь наслаждаться автомобилем. Пока тачка новая, вот этот матовый руль, на ощущение, просто на тактильный, ну, просто пушечный. Ты едешь и хочешь просто куда-нибудь далеко уехать. Знаешь, нет дел, надо придумать, куда-то скататься, потому что, ну, автомобиль, сами понимаете, это кайф, это свой наркотик, натуральный наркотик. Многие из нас любят проводить время за рулем на дальней поездке, подумать о чем-то в дороге, просто получать от этого удовольствие. Вот с этим автомобилем ты будешь в комфорте. И то, как он едет, и по интерьеру в целом ты сидишь, наслаждаешься. Все, что нужно, тебе есть. Для меня здесь есть даже больше, чем нужно. Проекция полноценная на лобовое стекло. Если активировать навигацию, там она будет тебе показываться и знаки дорожные. В общем, друзья, что говорить, машина стоит нехило, и, соответственно, в ней есть все самое необходимое для вас. А с наступлением темноты машина превращается в космический корабль за счет подсветки. Хотя, отмечу, что то же самое есть на Audi A6. Есть это на Mercedes, где есть куча режимов по выбору подсветки. Есть это на 7-х сериях, на S-классах. В общем, друзья, вот эта подсветка, она пошла даже на Skoda Octavia, в частности, я знаю. Понятное дело, где-то лучше, где-то хуже. Суть в следующем. Садишься в машину, приятно. По глазам не бьет абсолютно. И стар, и млад, каждому будет здесь комфортно. Про диодную оптику спрашивали в Инстаграме. Отвечать на это особо долго не буду, потому что диодной оптикой сегодня никого не удивишь. Как она работает? Ну, вот сейчас мне это тяжело передать. Но, в целом, я вам скажу так, достойно она работает. Но уже это не вау-эффект, потому что есть уже лазерная оптика, которую как раз где-нибудь на темный участок дороги выйдешь. Вот это круто показать. А диодная? У меня на Мазде в 2015 году была диодная оптика. То есть это уже не новая. И на пятерках, на свежих уже будет идти тоже, естественно, лазерная оптика. Отмечу, что BMW и все немцы это настолько интересные машины с точки зрения наборности. Так, например, мы покупали новую BMW 3 серии 320 в М-пакете. Но там опционально, дополнительно, вместо диодной оптики шла лазерная оптика. Взгляд у BMW, конечно, немножко изменили. Но прищур, вот так вот, да, с правильно выстроенным светом на камере, остается все равно такой грозный. Ну, Кобра стоит, знаешь, в темноте где-нибудь подъехал, встал. Вид имеет. Для выразительности можно добавить и противотуманочек. Понимаешь, вот я прямо сейчас жму, а она прямо такая говорит, ну ты что не едешь-то, поехали, где они все? И не потому, что я дурак, вот машина тебе говорит, поехали, я хочу, ты хочешь, понимаешь? Вот вы не слышите ее? Вы ее не слышите? А я ее слышу. Вот такие я больше всего люблю моменты, когда, знаешь, в горочку, вот прямо в горочку тяга просто пушка. О, хорошо. При любом прикосновении к педали газа, особенно если ты его переводишь в режим спорт, и ты вообще любитель понажимать тапку в пол, коробка здесь адаптивная, это реально работает. Ты будешь просто-напросто срываться с места. Это просто не передать словами, нужно прокатиться, нужно это ощутить. Я слегка прикасываюсь к педали газа, он уже начинает разгоняться, вот чуть подгазануть, уже все, машина просто-напросто срывается с места. И мы летим 110, поймите правильно, я не хочу даже разгоняться быстро, но чуть я прикасаюсь к педали газа, мы действительно очень хорошо разгоняемся. Вот тяга из серии, вот по разгону 0-100, вот в горочку, да, вот в такую. Просто дай понять то, что надо разгоняться, все, машина срывается безупречно. И звук, самое главное, такой басистый, приятный. Все те, кто владеет более продвинутыми автомобилями, там типа M5 Competition, который стоит там по 10 миллионов рублей, это совсем другая история. Вот здесь вот, так сказать, еще плюс-минус более-менее доступный автомобиль для всех тех, кто трудится, работает, там в том числе и на вторичке. Ну, это действительно круто, я сейчас получаю просто бешеное удовольствие. Отталкиваясь на сайты мотористов типа Отоба, Вики Моторс, Дром, Ру, ресурс мотора в среднем заявляет как 300 тысяч километров. Ни 500 тысяч, ни миллион, такого, естественно, нет. 300 тысяч, это вот плюс-минус реальность. Опять же, после 150 тысяч, не забывайте о том, что катализаторы в любом случае на любом автомобиле будут забиваться. ЕГР, это тоже все нужно будет обслуживать, это все стоит денег. Если здесь вырезать катализаторы, вонище будет просто-напросто дикое. Есть люди, которые делятся на два типа. Одни говорят, дизеля это все для коммерческого транспорта, это для Камазов, мол, для нормальной машины должен быть только бензиновый мотор. Если рассмотреть аналог этому мотору, то есть двухлитровый мотор, так называемый 530, бензиновая версия. Я ссылочку оставляю в описании на наш обзор, мы снимали на эту машину. Я пообщался с человеком, он пишет, Димон, 10 тысяч пробег, у него уже вытек антифриз, полетел термостат, у товарища подобная машина, на 18 тысяч километров встал мотор. Соответственно, в том же ролике мы говорили, что BMW с такими моторами это некая лотерея. Потому что читать в интернете всегда только хорошее. Им оценку ставят, этим моторам бензиновым, двухлитровым, 5 с минусом. То есть все идеально. При этом, когда ты приезжаешь на какие-то клубные сервисы, тебе всегда говорят, ну да, все идеально, но вот на 11, на 20 тысяч, а есть те, кто проезжают по 150 тысяч километров. Вопросов нету, поэтому здесь повнимательнее. Вот эту машину нужно сравнивать непосредственно с Audi A6 с трехлитровым дизельным мотором. Это логично, но ее, к сожалению, на нашем рынке и сейчас в текущем кузове нету. Но, скажу вам так, по управляемости на трассе, вот этот автомобиль с полным приводом подарил положительные эмоции. И Audi A6 не менее положительные эмоции. Реально очень круто, то есть с чем-то даже работа полного привода Quattro мне понравилась больше. Но знаете, в целом, когда ты стоишь на дороге, я не могу это писать словами, это нужно ощутить. Но на ней я ехал, она реально дубасит. При этом и здесь же я катаюсь по городу, разгоняюсь на трассе, тоже дубасит. То есть реально конкуренты. Сюда вот Mercedes, ну, я бы его поставил третьим звеном в этой цепочке. Приехал в Каширу, сейчас заберу маму и прокачу ее. Сейчас выйдем на прямой участок, включу спортивный режим и просто разгонимся. Посмотрим на ее реакцию. Готово? Показывай дорогу. Ой, готово, а там стоит машина. Показывай, показывай. Дима, там стоит машина, которая скорость верит. Тихо, 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 не на камеру, мама. Мама, рядом? Ощущается разгон? Ой, ощущается. Очень ощущается. И еще разочек. Отключим. Теперь курсовую устойчивость. Поднимаем оборотики. Попер, блин. Ух ты, блин. Ух ты, блин. Вот это, конечно, это еще кайфовее, друзья. Такое ощущение, как вот прям морда поднялась у тачки. Но это просто нечто. Ну, зверь. Реально зверь. Я просто получаю удовольствие. Курсовую включаю обратно. Но вот это, конечно, огромная нагрузка идет на привода. Вот так вот их убивают. Машина тестовая. Очень жалко. На своей бы так не делал. Вот для теста машина, для того, чтобы показать ее потенциал. Мотор понравился. Любой из вас, кто прокатится, я серьезно говорю, вам всем понравится. Поэтому, если вдруг у вас есть деньги, например, вы там присматриваетесь, там, либо к новому автомобилю, либо ко вторичке, и думаете, брать, не брать, сразу вам говорю, поедете на тест-драйв, можете с собой прям сразу брать 50 тысяч, потому что вы машину по-любому забронируете. Ну, тяга просто потрясающая. Что с ним будет? На сегодняшний день, как таковых отзывов нет, что там что-то плохо, ломается. Но трехлитровый мотор, это один из лучших у BMW, то есть их всегда всех вальт. Вот там двадцатка, это, ну, двухлитровый, это совсем другая история. Это один из тех автомобилей, ради которого действительно хочется работать, трудиться, зарабатывать. Поймите правильно, я понимаю, что в стране сейчас совсем другая ситуация, но есть же люди, кто покупает. Они же трудятся, они приезжают покупать машину, у них не шесть рук, там, не две головы. Находят идеи, думайте, парни, реально, заработайте денег, купите тачку, будете просто-напросто кайфовать. Рассказы о том, ну, сейчас, одну секундочку. Рассказы о том, что вот, дорогой в содержании, а есть ли там полный привод, так, например, там, привода бывают, да, хрустят. Есть очень много, кстати, отзывов негативных, что на полном приводе, особенно те, кто любит отключить курсовую систему и раздать пятачка, начинают хрустеть привода, там, ремонт дорогой. Она просто-напросто срывается с места настолько, друзья, да, это вообще кайфуля, блин. Ух ты, ух ты, блин, ну тяга. Ребята, еще здесь ледик, я просто в шоке. Вот это да. Вот мне интересно, перегреется полный привод на ней или нет. Ху-ху-ху, я вам, конечно, белой завистью завидую, потому что машина, ну, дарит только положительные эмоции. Покататься на ней одно удовольствие. Поймите правильно, система полного привода работает так, что когда ты начинаешь пятачков крутить, отключаешь курсовую стучь, все она прекрасно понимает без тебя. Большую часть крутящего момента она выкидывает на заднюю ось, поэтому, по сути, у тебя автомобиль там, ну, с одной стороны может превращаться в задний привод, но, опять же, передняя ось, она постоянно будет подключаться. Кстати, очень странно, что на этих версиях еще не делают так, как, например, это было сделано на M5 Competition, где ты можешь отключать полный привод так, что у тебя только задний привод автомобиля работает. Здесь же он в любом случае распределяет. Если поговорить про косяки автомобиля, их мы поднимали в версии с 530 бензиновой, очень часто жалуются на бесключевой доступ. Якобы зимой, когда там снег нападет, он некорректно начинает работать. Зеркала у некоторых тоже идут проблемы. Лобовое стекло хрупкое тоже можно очень легко посадить. Вообще, в целом, лакокрасочное покрытие стало хуже. Такие мелочи, знаете, еще плюс, например, подделки автомобиля, что-то начинает у некоторых скрипеть. Это все неприятно. У тех, у кого идет, например, люк, люк скрипит. То есть, все то, что можно встретить, знаешь, на каком-то, не знаю, возможно, китайцы. Такие мелочи, которые, естественно, будут напрягать для такого автомобиля, этого быть не должно. Надеюсь, то, что с новой версией это все уйдет. Я чуть-чуть машину испачкал. Значит, по заднему виду фонари только доработали. Вот так он выглядит. То есть, ну, ничего особенного здесь нет. Вот, понимаешь, как бы есть версии более продвинутой, типа пятерки вот эти вот М5. Вот там, да, там уже будет более заряженный внешний. Опять же, камера заднего вида одна. Круговой обзор будет в более продвинутой версии. Багажник здоровый. Все, что тебе нужно, поместится, складывается. В общем, к этому вопросов нет. Здесь самый кайф автомобиля. Непосредственно в том, как он едет. И в том, что он дарит тебе, как водителю за рулем. Касаемо подвески. Здесь в чем крутость. То, что она адаптивная. И это реально работает. Когда мы тестировали машину, вот с женой катаемся, она же оператор. Включаешь, например, спортивную подвеску. Проезжаешь по мосту, там различные вот эти стыки идут. Он говорит, блин, прям жестко. Я при этом вроде бы еду за рулем. Это не ощущаю. Включаем комфорт подвеску. Она становится помягче немножко. Некоторые отмечают, что вот адаптивная подвеска, она в целом более валкая. Не знаю, друзья, разгонялись быстро. Разгонялись в разных условиях. В затяжные повороты заходили. Но основная стихия, конечно, этого автомобиля трасса. То много проводят за рулем. Просто в городе, вот с нашим трафиком, постоянные пробки. Иной раз даже сам выбираю больше метро, чем на автомобиле поехать. Хоть на автомобиле передвигаешься и с комфортом. Но стоять в пробках не особо охота. А вот на трассе сел. Здесь есть все. Вентиляция, подогревы, круизы. В общем, друзья, можно настроить под себя. С хорошей музыкой отправиться в дальнее путешествие. Либо бизнес-поездку. Но здесь уже у кого как. Очень часто меня в любом случае спрашивают. Ну, ты сравнил с Маздой, как вот раньше на Мазде был. Тут на Камре 3.5 поездил. Сравни. Друзья, ну, во-первых, однозначно, конечно, это некорректное сравнение и близко. Но, тем не менее, вот если бы кто-то задался вопросом, вот на 3.5 как. Камре 3.5 по сравнению с дизельным трехлитровым мотором на BMW. Это примерно как вот Камре 3.5 и Мазда 6.2 литра. То есть 2 литра это овощ откровенный. На 3.5 садишься, газ кудашь, машина едет совсем по-другому. Вот после 3.5 вы сядете на полный привод, трехлитровый мотор, да вы поймете просто земля и небо разница. Ну, а нам остается подвести итоги. Про модельный ряд BMW можно говорить часами. Моторы, куча модификаций этих моторов. Позитивные отзывы, негативные, шокирующие отзывы. В общем, друзья, здесь выводы остается сделать только вам. От себя я хочу сказать одно, что пока автомобиль новенький, пока автомобиль свеженький, он вам будет дарить действительно позитивные эмоции. Не забывайте о том, что первые 3 года есть гарантия. Ну, а дальше здесь начинается самая натуральная лотерея. Одни хвалят, у других постоянно происходят какие-то проблемы. В какую категорию попадете вы, вот и потом расскажете нам. Выводы здесь делать только вам. Я вам предлагаю подписаться обязательно на инстаграм нашего канала, подписаться на сам канал, потому что дальше будет больше интересных роликов. Для разнообразия нужно снять модель попроще, например, самую доступную версию, копеечку. Ставьте лайк, если поддерживаете это. Не забывайте о том, что в описании к ролику вас ждет ссылочка на Е-каталог, где вы можете купить себе телевизор с 4К и смотреть ролики с большим удовольствием. У меня на этом сегодня все. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok